Любовь Калинина в поселке Прибрежный живет уже лет 20 и все это время три дома по улице Юности страдали от нехватки воды. Оплатили как все по тарифу и только на майские праздники жители впервые в полной мере ощутили на себе все блага цивилизации. Увеличился напор воды в трубах за счет подключения сетей к другой линии башни. Подача воды очень слабая, не хватало. До четвертого этажа совсем воды не было. Они шли уже купаться в 12 часов ночи. Просто. Особенно летом. А сейчас они очень довольны остались. Мне очень работа Самара Водоканал понравилась. Очень четко работали. Вода в дома жителей поселка поступает из артезианских скважин. Когда три месяца назад хозяином предприятия стало муниципальное предприятие города Самары Самара Водоканал, планомерно стали проходить техобслуживание и ремонт. Привели в порядок и сам цех. Вода у нас соответствует ГОСТу. Вода проходит только ультрафиолетовую обработку лучами. В дальнейшем она идет к потребителю. Порядка четырех тысяч в сутки кубов воды уходит. Ну а уж за месяц это элементарно посчитать. Порядка 90 тысяч кубов. То есть если требуется вода больше, мы всегда готовы поставить на потребителя воду. Канализационные стоки прибрежного приходят сюда. Грязная вода превращается в чистую в три этапа. Сначала ее покидают мусор и песок, потом идет биологическое восстановление микроорганизмами, заканчивается все ультрафиолетовым обеззараживанием. После чего вода оказывается в Волге. Вся грязь вывозится на специальные полигоны. За год получается несколько сотен тонн. В сутки очистные сооружения могут привести к экологическим стандартам 10 тысяч кубометров воды. Сейчас станция работает на четверть мощности. Очистным сооружением требуется реконструкция. Новый хозяин промышленного объекта Самара-Водоканал приступил к поэтапным работам. Менять задвижки трубы уже привел в порядок одну из ван биологической очистки. Лаборатория Санопитслужбы каждую неделю показывает, что вода после фильтрации соответствует всем ГОСТам экологической безопасности. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.